Неоднократно докладывали, я хотел бы еще раз кратко повторить, что позиция правительства по среднесрочному прогнозу цен на нефть на 2012-2014 годы, 2012 год это 80 долларов и 2013-2014 70 долларов. Мы все прекрасно понимаем, что в любой момент эти цены могут измениться. В настоящее время многие международные энергетические агентства пересмотрели прогноз, который составляет от 80 до 100. В целом страны-экспортеры, как правило, используют более консервативную оценку. В случае, если цена на нефть превышает запланированные объемы, мы приходим в парламент с уточнением, что и происходит сейчас, когда мы уточняем оценку 65 до 90 долларов. Я считаю, такой подход является более осторожным и с точки зрения управления риском. В этой связи, на мой взгляд, постановка вопроса, что мы можем запланировать большие расходы, она чрезмерно оптимистична, поскольку мы видим, что в предстоящей перспективе 2012-2013 годы очень большие проблемы роста и развития крупнейших мировых экономик, в том числе американских и европейских стран. В этой связи мы предполагаем, что возможен соответствующий ценовой шок, поэтому предлагаем все-таки остаться на нашем предложенном консервативном прогнозе. Что касается программы АКУАК, то она принята на 2011-20-е годы. Да, действительно, много проектов не заявлено, часть из них учтена на 2012-2014 годы в размере свыше 200 миллиардов тенге. Мы предполагаем, что те проблемы и ошибки с отсутствием координации между центральными и местными исполнительными органами в программе АКУАК будут решены, назначены соответствующие исполнители, и мы вместе с вами будем отслеживать реализацию этой программы. Продолжение следует...